Ты мне такие вопросы компрометирующие задаешь, я такой думаю, теперь я кандидат экономических наук. Так, что бы ему ответить, он хочет услышать, чем мы занимаемся. Жена и двое детей, ты как бы в залогах оставляешь, и одна из них разделась догола. Если ты не Саша Фридман, то шанс твоего успеха один из ста. 1900 и летим. В этом и маркетинг, друзья. Друзья, здравствуйте, сегодня у нас выходит полное интервью с дальневосточным предпринимателем Павлом Беленцом, который сделал крабовый ресторан исключительно для корейской аудитории. Очень интересный кейс. Паш, тебе 28 лет, да? 29. Было 2 сентября. Когда ты стал заниматься бизнесом? Кработекой. Вообще любым. Какой у тебя был первый бизнес? Первый бизнес мой был, мой бизнес был, это туристическое агентство. Я купил франшизу, мне было 20 лет, я купил туристическое агентство Вэл, сеть агентств пляжного отдыха. И открыл три таких проекта, поработал над ним 6 месяцев, и потом его успешно реализовал. Продал как готовый бизнес. А ты на чьи деньги купил? Тебе родители дали деньги? Нет, франшиза стоила 14 тысяч рублей. 15 тысяч рублей? Да, да, да. Мой, получается, первый стартап стоил 140 тысяч рублей. Да. А продали мы за полтора миллиона. Ничего себе, это во сколько лет уже было? Это в 20. После этого я понял, что франчайзинг тема, и потом после института пошел учиться в аспирантуру, и теперь я кандидат экономических наук. В Владивостоке вообще возможно деньги зарабатывать? Ну, думаю, что да. Какие тут самые перспективные, такие ниши, особенности этого города? Ты знаешь, я почему-то... Можно брать, да? Да, уже можно брать. Я почему-то больше в Хорику верю. Я вообще ресторанный бизнес люблю. Так исторически сложилось, что я в нем давно работаю, и, ну, я считаю, что вот Хорика и вообще, ну, вся эта история гостеприимства, она достаточно перспективная, по крайней мере, во Владивостоке за последнее время. Сейчас очень много туристов, допустим, корейцы. В прошлом году было 240 тысяч, в этом году корейский, ну, корейское консульство планирует приезд 320 тысяч южнокорейцев. Ну, в среднем я говорил, что средняя статистика такова, что кореец в среднем тратит за три дня здесь 2000 долларов. Ну, это билеты, гостиницы, питание. То есть, ну, вот, можешь умножить, математика несложная. А сюда много приезжают? Севернокорейцев? 44 тысячи, я статистику смотрю. А как они приезжают? У них же там коммунизм и кимчин ин, вообще нельзя никуда выезжать. Ну, ты знаешь, вообще, чтобы поехать северному корейцу работать в Россию на стройку, ну, они обычно все строители здесь, то он должен минимум 15 лет проработать на государственной стройке. У него должна быть жена и двое детей. Ты как бы в залогах оставляешь, что если ты не вернешься, то как бы им там чик-чирик сделают. Вот. И они приезжают сюда, здесь работают на стройке, в свой корейский офис они там в районе 2,5 тысяч рублей в день должны платить. И остальные деньги они зарабатывают. За то, что они работают? Здесь, в Владивостоке, да. А они могут только в Владивосток ездить, не знаешь? Или они в Москву тоже ездят? Ну, они в Москве, да. Я знаю, что они вообще по всей России как бы работают. Просто в Владивостоке их, ну, понятно, тут что, 40 минут до Северной Кореи, до Пхеньяна. Вот. Бизнес-класса нет. Понятно. Корея Эйр летает. Слушай, какие вообще ниши в Владивостоке самые прибыльные? Ну, я думаю, что самые прибыльные, наверное, добыча ковчатского краба. Тут это как-то регулируют, то есть пытаются там ограничения водить для людей? Ну, есть официальный метод добычи. Ты получаешь квоты, выходи на промысел, добывай. И неофициалов тоже, да, наверное, очень много? Ну, неофициалов нет, потому что государство в этот момент очень жестко регулирует. Это же уголовно наказуемо, поэтому нет. Я думаю, что неофициалов здесь очень мало осталось. Даже если есть, то я не знаю, где они. Да раньше вообще такой популяции не было. Это последние вот 3-4 года, когда корейцы именно сюда наехали. Вот уже после этого, так скажем, переворота во Владивостоке стало популярным есть краб. То есть они из обычного сделали какую-то диковинку, и теперь это как бы популярное направление. Все сюда приезжают, есть в основном краб и морепродукты. Ну, у них вот топ самых покупаемых продуктов – это краб, это медведка, ботан, креветка и гребешок. Вот это топ-5 корейца. И еще ему обязательно нужно купить крем с морковным экстрактом. Тот чуть-чуть ниже. Да, съесть бургер и попить приморского пива. Ну, не только что приморского, просто любого отечественного пива. Слушай, а уровень жизни из-за этого наплыва туристов поднялся в Владивостоке? Ты как замечаешь? Я, если честно, да, замечаю. Вообще, я расскажу прикол. Я в прошлом году сдавал свою квартиру в аренду на саммит. На веб. На веб, да. Да, на веб. На 3 дня за 120 тысяч рублей. Моя квартира находилась далеко не в центре, и она была однокомнатная. Вот. И, ну, это как бы разовые такие акции. Ну, а вообще за счет туризма, конечно, все гостиницы переполнены. Ценник на них растет просто как на дрожжах. Вот. Любая аренда недвижимости, которая сейчас находится в Владивостоке, это сразу деньги. То есть, ну, то, что я говорил, вот этот hospitality-сервис весь. Это гостиница, это морепродукты. Это сейчас, наверное, самое популярное направление. Ну, и, конечно, всякие экскурсии, но там не такие деньги. Все гостиницы во Владивостоке на период проведения этого мероприятия взвинчивают цены вообще до безумия. Три раза больше. Шесть раз. Шесть раз больше. Восемь раз, да. Это вообще не имеет значения. То есть, ты можешь приехать во Владивосток, и ты просто поймешь, ну, на время ВФ, что ты не можешь заселиться ни в одну гостиницу. А альтернативы, которые будут, они будут крайне некомфортные и за очень большие деньги. То же самое с авиабилетами. Слушай, я знаю, что ты знаком с Сашей Фридманом. Да. Как ты с ним познакомился? Я познакомился с ним на Альфа Фичи Пипл 4 или 5 лет назад. Мы приезжали туда с диджеем Смэшем и были там в одной компании, скажем так. Вот, там мы познакомились. А у тебя какая-то деятельность была связана с диджеем Смэшем или что-то? У нас, да, у нас есть небольшая концертная компания, это Артист Банк. Мы занимаемся организацией концертов. А кого вы организовываете и каких артистов? Ну, до этого мы организовывали, получается, Ева Саймонс, потом делали Пол Ван Дайк, несколько раз делали еще российских артистов. Ну, вот, собственно, как-то наш рост, он на самом деле не заключается в том, что мы делаем каких-то там особенных. То есть мы делаем абсолютно любых, концерты любых артистов. Да, а это где? Только в Владивостоке концерты? Нет, вообще в Worldwide, то есть по всему миру мы делаем. А как это у тебя получилось? Ну, это исторически сложилось. Я начинал концертную деятельность с Кириллом Толмадским, с Децлом. С Децлом, да? Да, я был его концертным директором 10 лет. Со скольки? Ну, сколько мне? Ну, считай, с 19 лет я с ним начал работать. А как ты вышел на Кирилл Толмадского? Он называет Москве, ты в Владивостоке. Да, вообще на самом деле это история фантастика. Ну, получилось так, что я делал его концерт в Владивостоке, я работал в ночном клубе. И я делал его концерт, и я еще тогда был диджеем, я очень музыкой увлекаюсь. И привозили его в Владивосток, мы с ним познакомились, и он мне предложил поехать с ним потом в Южно-Сахалинск, потом в Хабаровск, в Благовещенск, так мы стали общаться. Потом мы делали несколько концертов в Дальневосточном регионе. Потом он предложил мне делать концерты по России. Ну, и потом по чуть-почуть я стал его концертным директором. И потом мы с ним организовали booking-агентство, привлекли туда еще несколько артистов, его друзей. Организовали небольшую команду и стали продавать артистов по России. И на этом фоне я познакомился с другими артистами и стал работать уже с ними. А это у тебя какая была работа? Ты работал на Децелы или это твой был маленький бизнес? Или вы там были соучредители? Нет, мы были, да, это был наш совместный проект. А ты где на это деньги взял? На совместный проект для того, чтобы организовать booking-агентство, тебе нужно ровно 0 рублей и 0 копеек. Это заключается в чем? То, что ты знакомишься с артистом и говоришь, давай я буду тебе помогать и делить прибыль. Условно всем артистам нужны концерты. Мы в свою очередь располагали большим количеством контактов. Потому что мы Децелы часто делали концерты в регионах. Ну и собственно у меня там пул клиентов, он был там, не знаю, больше там тысячи человек. То есть твой основной актив был там в 20-19 лет. Это просто связи и какая-то? Да, коммуникация. Коммуникация. Да. Это вообще расскажи, какие ты считаешь такие для предпринимателя, вот у тебя получается сейчас, что у тебя сейчас, какие у тебя, не знаю, активы, чем ты занимаешься? Ну у меня вот есть вот этот проект, Кработека. Да. Крабфактори. Крабфактори. Кработека это просто рабочее название, да, я ее так называю. Вот. Есть еще, мы недавно открыли доставку японской кухни, то есть мы ушли от проекта ресторан, сделали только доставку. То есть ты заходишь нам в интернет просто по приложению. А здесь еще нет Delivery Club, да, кстати? Есть, но он очень плохо работает. Здесь есть местный ресурс, вот он качает. И ну наш вот еще один бизнес заключается в том, что мы делаем доставку японской кухни вот уже по, грубо говоря, по нашим клиентам. То есть у тебя получается ресторанное направление, а вот артист-банк, ты оставил его или у вас там сейчас нет артистов? Смотри, есть несколько схем взаимодействия с артистами. Есть эксклюзив, когда ты, только ты представляешь этих артистов на территории, допустим, России или вообще по всему миру. Вот как у нас была история с Кириллом Толмацким, то есть у нас был Кирилл, и было еще там несколько артистов, порядка 12 человек. Мы их продавали эксклюзивно. Есть еще другая, другой формат работы, это когда ты не эксклюзивно представляешь, то есть ты посредник между заказчиком и между артистами. То есть, грубо говоря, к тебе приходит человек и говорит, у меня там день рождения, я снимаю там такой-то ресторан, я хочу там топовых артистов, выбираем направление, обсуждаем бюджет, и мы организовываем его под ключ. То есть мы и организовываем и свет, и звук, и технический, и бытовой райдер, и все вот вопросы, связанные с организацией, берем на себя. А артиста он выбирает абсолютно любого, которого хочет. Нам артист платит комиссию, и заказчик платит комиссию, за счет этого мы живем. Ну что, это удобно, коммуницировать с людьми, делать с ними бизнес, когда он живет то в Москве, то в Лондоне, а ты живешь на Дальнем Востоке? Да, когда, знаешь, у меня на самом деле два рабочих дня. Ну, во-первых, я просыпаюсь, допустим, утром, да, у меня есть целый день по Владивостоку, и когда просыпается Москва, это 5 вечера, 5 вечера по-моему, 10 утра по Москве. И, соответственно, я начинаю вторую часть работы, потому что здесь она уже как бы подходит к концу, а в Москве она только начинается. И, собственно, так очень легко вести. У тебя, получается, сколько вообще длится всего рабочий день? Ну, если я, допустим, просыпаюсь в 8, к 9 на работе, ну и домой, я приезжаю в районе 12, ложусь спать, и все, вот такая программа. То есть ты целый день работаешь? Чем, короче, там, спорт, не знаю. Я играю на пианино. Если так, не секрет, ты уже стал миллионером, нет? Нет, долларовым нет, к сожалению. А рублем? Рублем, да, давно, 21 год. 21 год и первый миллион заработал. На чем ты, кстати, первый миллион заработал? Ну, собственно, продажи туристического агентства. А что еще пробовал, чем еще пробовал заниматься? Из своего бизнеса, ну, мне просто нравятся очень рестораны, и потом я больше туда уходил. Ну, я еще клубами занимался ночными, вот. Но для того, чтобы построить свой ночной клуб или ресторан, ну, у меня столько инвестиций не было. Я в основном работал или на кого-то, или потом в партнерстве с кем-то. А вот, Саша, у вас был какой-то проект здесь, в Владивостоке как раз? Ну, здесь, да, был один проект, с которым мы вместе вели, вот. Я там был в партнерстве, ну, потом я из него вышел. Как тебе удалось вообще сюда его затащить? Да, Саша очень легкий на подъем парень и готов поддержать мою любую идею. Я его, мы, наверное, поэтому как бы и сошлись. То, что он такой горячий парень. Он только несколько дней назад уехал, приезжал ко мне на день рождения. Что вы тут делаете? Как развлекать в Владивостоке? А то мы все по форумам, да по форумам. По форумам, ну, во-первых, ну, у нас была там первый день официальная часть. Мы там по-семейному у меня дома посидели, вот, посидели. А потом на следующий день мы взяли яхту, вышли в море. Сколько это стоит здесь? Яхту? Я, если честно, не могу тебе сказать, потому что у меня здесь, ну, друзья яхтсмены. И, собственно, вот мой друг, он, кстати, двукратный чемпион мира парусному спорту. Вот, он нас прогуливал, скажем так. Потом мы взяли еще катер для вейксерфинга. Вот, покатались на вейке. А потом пошли на русский остров, там есть новое развлечение даже для нас. Это баня на воде. То есть прямо в бухте стоит баня на воде, там, не знаю, глубина метров 50-70 до дна. Ты выходишь, как бы, ночь, баня, ты попарился, разгоняешься, из прыжка в море, бах. Ну, вообще, отлично. Такого в Москве нету, да? Ну, такого, ну, только если в Москву реку покупаться. Ну, мне кажется, там, если запрыгнешь туда раз, то потом можешь вынырнуть со всем другим человеком. У тебя вообще никогда не было мысли переехать куда-нибудь? Ты знаешь, после того, когда... В Японию, например, может быть, тут же рядом совсем. Ну, да, полтора часа лета. Ты знаешь, я после того, когда защитил кандидатскую диссертацию, я защищал ее по франчайзингу, и я поехал работать в Москву. Я работал в Москва-Сити целый год в букмекерской компании, в одной крупной. Занимался именно формированием франчайзингового пакета и продажей франшизы по регионам. Я пожил, поработал в Москве, и мне вообще вот тут первое, что мне не нравится больше всего в Москве, это то, что там отсутствует вообще солнце зимой. То есть вот, грубо говоря, с 5 вечера и все, и до следующего утра солнца почти нету. А днем, ну, оно где-то там проблескивает, и вот эта вот история меня крайне угнетала. То есть вот этот вот серый, депрессивный такой город как бы для меня. То есть Москва для меня хороша тем, чтобы там делать бизнес, когда у тебя есть четкое понимание, что ты хочешь, ты приехал, сделал, уехал. Ну, или там какое-то время его контролируешь. Но жить постоянно в Москве я бы не хотел. А у тебя есть какие-то три твоих правила, может быть, успеха, которые ты выработал к своим 29? Ты знаешь, я, если честно, не могу сказать, что есть, наверное, три, есть одно. Это желание, если ты что-то хочешь делать, то ты просто берешь это и делаешь каждый день, несмотря ни на что, и никогда не нужно сдаваться, вообще никогда. Даже когда, казалось бы, все нужно сдаться, нужно терпеть и жать до конца. И вот предыдущий проект, это у нас было несколько винных баров во Владивостоке, они находились не в центре города. И когда я организовывал этот проект, и до этого я работал в крупной компании, очень успешно, они молодцы, тут вообще много ресторанов построили, я их уважаю, я у них многому научился, у них очень большие были инвестиции в их проекты. И для меня казалось, самым страшным это уйти из этой компании, которая есть все. Тебе нужен HR-отдел, ты приходишь, тебе все подбирает персонал, есть классы по обучению, есть управленцы, снабженцы, маркетологи, то есть полный спектр услуг, которые тебе нужен для организации бизнеса. И для меня самое страшное было это уйти в никуда, организовать какое-то, взять в аренду какое-то помещение, сделать новую компанию, получить лицензию и начать работать. Вот это для меня было самое страшное. Но когда? Но когда? Я попал в партнерство одного проекта, ну, компания уже была с историей. Получилось так, что когда я попал туда, это был не центр города, это была компания с определенной репутацией. Ну, благо, что там ребята, которые вот были соучредители, на самом деле очень вообще хорошие и молодцы, меня поддержали и там много терпели как бы каких-то сложных моментов. Но суть была в том, что когда я туда ушел, я окунулся в старую компанию со старой историей, я понял, что со дна вот так постучали. Кто там? Просто, понимаешь? То есть сложно не, как бы, я тогда понял, что самая сложность это уйти в какую-то компанию. Ну, из зоны комфорта, да, выйти? Вообще из максимальной зоны комфорта. То есть вот честно, никогда не надо бояться сделать что-то новое, проще взять старое. Как многие думают, вот брать старое и реанимировать новое, вот это самое вообще тяжелое. Проще сделать новое и поехать. Вот, и вот для меня это была настоящая школа, когда мы почти год пытались реанимировать этот проект. То есть мы его взяли, старую компанию, придумали новый бренд, новую концепцию, новый формат. Это тоже ресторан, да? Да, это был винный бар. И мы пытались вот где-то год, мы там каждый месяц меняли поваров, мы меняли там какие-то фишки, мы там делали дополнения, мы не разбирались особо в вине. Ну, короче, в итоге мы нащупали нишу и бомбануло просто так. В чем ниша была? Ты знаешь, я просто придумал акцию. Мы сделали дюжину гребешков, вот на примерно такой же посуде, 12 штук по цене 890 рублей. И фишка была такая, гребешок 99, бокал 130, и дюжина гребешков 890 рублей. И просто народу было как саранчи, знаешь, налетает. Совершенно просто. Да. У тебя это демпинг получается? Да, да, да. То есть ты, во-первых, ты демпингуешь, да, всегда, во всех своих бизнесах? Ну, нет, не всегда, все зависит от формата. У нас как бы, ну, проекты, извиняюсь, из говна и палок, ну, так по-простому. Хорошо. Это как бы не там супер какой-то луха, ревелаж и спа, это обычные демократичные проекты для народа. Да. Да, мы стараемся дать по, ну, как бы, цена-качество и для людей. И, соответственно, в таком формате мы не можем сказать, мы тут слепили, вот, проект из того, что было. Приходите, любите, стоит 3 тысячи. Ну, как бы, это, ну, работать не будет. А когда ты приходишь и говоришь, слушай, мы тут слепили, как бы, из того, что было, полюбили, ну, за 99 будешь? Вот, давай. Вот, все. И это сразу залетает. Да, это сразу залетает. Ну, и, конечно, там есть какие-то фишки, которые мы добавили, там, чуть-чуть маркетинга, там, там, интерьерчик доработали, там, людей привлекли. Интересных, которые такие харизматичные, веселые, и гости их очень любят. До интервью ты мне говорил, что вообще не покупал рекламу в России никакую. О, для кработеки, для крабфактори? Ну, да, для вот этого вот. Не, 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 я вообще против был абсолютно этой истории. Я вообще не хочу работать с русской аудиторией в настоящее время, кроме доставки. То есть, вот, мне вот этот деливери, как бы, хватает для того, чтобы насладиться всей этой атмосферкой, скажем так. То есть, вот, крабфактори, это чисто, ну, формат, который мы ориентировали на туристов, причем конкретно на корейцев. Мы прям сделали таргет, мы били конкретно в корейцев, мы поняли, зачем они сюда едут. То есть, у них, повторюсь, что у корейца, когда он сюда прилетает, у него есть основная идея, это поесть камчатского краба. Вот, ну, и представь, математика, 320 тысяч приезжает сюда, правильно? Все они едят, ну, хотят есть краба. Все, мы находимся в центре города, на самой пешеходной, ну, как бы улице. Это вот, мне кажется, основной наш секрет успеха. То есть, как Новиков говорил, place, 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 вот, пожалуйста, place, как бы, и мы выстреливаем. Без особой рекламы, вывески и так далее, мы просто работаем над туристов. Вторая фишка, которую, ну, я считаю, секретом успеха, да, и вообще, там, почему это все удалось. Мы просто взяли фокус-группу наших корейцев, ну, просто таргетированную, спросили, ребят, чего вы приезжаете сюда? Твои друзья какие-то? Мои знакомые, да. Мы говорим, ребят, чего сюда едут корейцы? Они говорят, все едут за крабом. Окей, все, и что еще хотят? Хотите гребешок, ботан, креветка, медведка, все, и пиво, говорим, хотим. Все, они вопрос, в центре города, все, отлично, давайте. Как вы, корейцы, они, конечно, они как крабы, они тропами ходят. Один сказал туда эти, все, там все. То есть, ты как-то подкупил каких-то, ангажировал туроператоров? Вообще, никого не ангажировал, просто вот смотри, я у них спрашиваю, что хотите, они говорят, краб. Я мониторю все рестораны во Владике, которые говорят, вот у нас там краб самодешевый, там, 2-100. Я говорю, все, 1900 и летим. Все, за 1900 ставим краба, добавляем пиво и все остальное, ну, все, дальше как бы едем. И корейцам говорю, ну-ка, вы давайте там своим скажите, что у нас там по 1900, и мы готовы вас встречать. Завязались с несколькими туркомпаниями, которые рекламировали своих туристов, что есть такая-то тема, кработека по 1900, самая низкая цена во Владике. Ну, и все, и штучка как бы чуть-чуть поехала. Потом мы привезли несколько пауэр-блогеров, ну, которые там... Корейских? Корейских, конечно, только корейских. То есть, это какие-то такие мальчики с розовыми волосами? Ну, типа, что-то типа блогеров, ну, в Инстаграме, только в Нейвере. Нейвер – это корейский Google. Они приехали, написали такое ревью, отчет, да? Ну, а вообще о нас пофотографировали, все написали, как здесь вкусно. Вы их покормили, заплатили им? Ну, мы ничего не платили, мы их просто покормили. Все, весь маркетинг. Что нужно делать ребятам молодым, чтобы все-таки решиться начать делать какое-то собственное дело? У нас в стране очень низкий уровень предпринимательства, там около, по-моему, двух или трех процентов. Все боятся чего? Все боятся того, что они обанкротятся, то, что их задушат проверки, может быть, какие-то силовые структуры. Мы видим разные примеры. Что ты можешь дать им в противовес вот этих негативных факторов? Я думаю, что безопасно, как Саша Фридман постоянно мне говорит, ты постоянно... Если ты не Саша Фридман. Не, если ты не Саша Фридман. Саша мне просто постоянно говорит, что, Паша, ты всегда сешь, что ты сешь, давай вот что-то вот это делать. Я говорю, Саша, это не надо делать, это нельзя делать. Он говорит, что ты сешь, ну, давай сделаем. Я говорю, нет, Саша, не надо. Так вот, я все-таки за то, чтобы бизнес был честный, да, и за то, чтобы он был, ну, там, и безопасный, ну, в первую очередь. И я считаю, что молодым ребятам можно попробовать что-то делать, связанное с услугами, то есть услуги, на которых они точно не пролетят, потому что делать сразу, если ты никогда не был ресторатором, ты такой решил закинуться 20 миллионами в кафе, то шанс твоего успеха 1 из 100. А если ты начнешь с каких-то услуг, то в принципе это такая возможность нащупать рынок, нащупать почву, ну и выбирать, собственно, по направлению деятельности, по интересам, где больше видишь возможностей для себя, куда у тебя больше, какие склонности, потому что я до того, как начал заниматься и управлением, хотя я вообще не управляющий, то есть я конкретно проект-менеджер, я разрабатываю проект, то есть я его придумываю, от идеи до реализации, на мне все, то есть я придумал какую-то идею, потом, допустим, если это ресторан или там ночной клуб или неважно что, то есть мы, ну там, я придумываю, потом я это реализовываю, строю, подбираю команду, управляю до какой-то точки, пока мы не вышли в какой-то пик, а потом передаю управленца, а дальше они занимаются. Но управление – это не моя история. И вот когда я стал заниматься первыми стартапами, я понял, насколько люди разные вообще и насколько нужно четко определять, кто, на что способен и у кого какие склонности, потому что я, допустим, вот точно за развитие всегда, за развитие, за рекламу, за какое-то движение, но я не управленец, я не могу системно вот так вот мыслить, да, как мыслит там условно наш главный бухгалтер или там, допустим, наш управляющий, да, который там все должно быть по чек-листам, там какие-то регламенты, нормативы, штрафы, там какие-то заметки и так далее. То есть я вот так не могу. Я понимаю, как это работает, я это прошел, но я не могу это контролировать. И нужно, ну, как бы четко понимать, я считаю, вот, знаешь, как есть такая шутка, главное в этой жизни определиться, где твое место и что-то за птица. Вот примерно так же, как бы и в бизнесе, нужно просто понять, где твоя сильная сторона и слабую прикрыть другими людьми, у которых твои слабые стороны сильные. И вот тогда это начинает работать. Вот в ресторанном бизнесе я это понял на 100%, что свои слабые стороны управления, там, бухгалтерию я закрываю людьми, которые в этом хорошо разбираются, и тогда проект растет. Если ты пытаешься ухватить все, ну, скорее всего, будет неудача. И, конечно, нужно определяться сначала там со своими сильными слабыми сторонами и определять сферу деятельности, где твои сильные стороны могут быть полезны и на чем ты можешь заработать. И я бы советовал, конечно, начать с каких-то услуг, где беспроигрышная история, где ты просто можешь оказать, ну, какой-то сервис, да, и на этом заработать. И когда ты уже это пощупаешь чуть-чуть, для тебя это просто будет бесполезненно, ты ничего не потеряешь. Максимум ты там, ну, что там, компанию закроешь свою за 20 тысяч рублей, и все. Ну, то есть, если это услуги там не какие-то, грубо говоря, медицинские, скажем так, с последствиями, ну, а какие-то безобидные, там, я не знаю, какой-то консалтинг, может быть, маркетинг, реклама. Вот, кстати, полезная история. Все нуждаются. Вот сейчас очень востребованы, я считаю, вообще SMM, да, и маркетинг, вот, даже хорики. То есть, вот мы сейчас набирали людей, которые нам занимаются SMM, там, по другому проекту, вот. Очень тяжело найти толковых маркетологов, которые вот именно разбираются в интернете. Куча обучающих сейчас программ, куча компаний, которые обучают сотрудников для того, чтобы принять их на работу. Можно пойти туда, я считаю, это нормальная история. Digital сейчас вообще разрывает. Лучше, ну и что, вот SMM? Все занимаются SMM одинаково, в принципе, понятно. У тебя есть какой-то секрет твой, как ты в успешных таких услугах, например, был? Ну, вообще, я считаю, что стандартная реклама, классическая, она в принципе не работает. Я тебе даже сейчас приведу пример, там, одного ночного клуба, вот, собственно, который я развивал. Вот, приведу пример про ночной клуб и проведу пример про Краб Фэктори. Вот про ночной клуб была такая идея. Ко мне приходит как-то арт-директор и говорит, Паш, вот, короче, медиаплан, мы делаем вечеринку, называется Триколор Пати. Бюджет 600 тысяч. Триколор, ты говоришь, флаг. Да, я говорю, в чем фишка вечеринка, говорю, ну, типа, день России, все дела, надо делать вечеринку Триколор. Флаги разноцветные повесим, как бы, в клубе. Гоу-гоу позовем, это же так популярно. Вот, музыку включим. Хотя бы. Хотя бы, да. За начало. Ну, да, может быть, билеты еще продадим. Пиво нальем. Ну, пиво-то понятно. Вот, и, ну, попробуем вот такой вот формат организовать и рекламу сделаем. И там мне рассказывают, там, да, в Яндексе купит, там, Таргет, в Гугле, там, баннер натянет. Ну, то есть вся вот эта классическая история, как бы, ну, вот, развода, как бы, людей, я считаю, не работающих абсолютно. Ну, и дальше, как бы, я говорю, Ванек, а в чем вообще, ну, как бы, фишка там? Он говорит, я же тебе сказал фишку. Я, как бы, фишки так и не понял. Я говорю, ну, ты знаешь, надо что-то подумать другое. Ваня думал, думал, неделю думал. Я уже прихожу, говорю, Вань, вот смотри, есть тема. Есть Петя Лестерман. Давай привезем Петю Лестермана во Владивосток. Пусть он проведет конкурс красоты. Представляешь, вот Петя Лестерман проводит во Владивостоке конкурс красоты. Слушай, ну, это совершенно разные бюджеты. Флаги развести или Лестерман в Москву привезти, ой, во Владивосток. А теперь вот, слушай, как дискотека развивалась. Мы звоним Пете, говорим, Петя, а он вообще парень веселый прям максимально вон там. Так, слушай, Паша, давай, говорит, короче, все делаем. Я приеду во Владивосток, организовываем, разыграем три приза. Ужин с Абрамовичем, поездку в Канны со Стивеном Сигл и, говорит, со мной в Канны. Ну, говорит, вот, примерно такой формат. Я говорю, ой-ой-ой. И, говорит, мои СМИ свяжутся с вами, с вашими локальными представителями, ну, вот этой всей телетусовки, скажем так, и всем про этот конкурс расскажет. И организуем его у вас в клубе. Ну, представь, вот просто во Владивостоке Петя Листерман говорит, значит, друзья, я приезжаю, будет конкурс красоты, красавец в Приморье. А у нас тут все, как бы, ну, понимаешь, красавец, да? Ну, так сложилось исторически. Порт, все дела, портовые ребята. Все, я понял. Может, не продолжи эту мысль. Да. Мы есть считали. Значит, чего еще? Ну, вот, и представь, вот просто конкурс красоты от Петя Листермана, который ужин с Абрамовичем хотел разыграть, там, поездку, там. Ну, сколько это стоило? Ну, это же дофига денег. Ты послушай идею-то, как бы, то есть фишка в чем? Он, получается, приезжает и устраивает этот конкурс красоты. Я думаю, что очередь будет стоять просто от центральной площади до ночного клуба, причем там не только девчонки будут стоять, а даже пацаны, потому что они тоже будут хотеть уехать отсюда, понимаешь? А прикол в том, что на такие мероприятия обычно очень подтягиваются спонсоры, очень активно. И то есть мы только идею эту предложили, и у нас сразу появилось несколько спонсоров, которые готовы были и билеты проспонсировать там, и проживание, и там райдеры и так далее. То есть для клуба это бы не стоило ничего, а бум бы был космический. И тут, понимаешь, в чем тонкая мысль? Такую рекламу, то есть такой проект, его не надо пиарить. Ты просто одну афишу в Инстаграм бросаешь, что все, будет конкурс, и у вас есть возможность поехать. И все, все начинают репостить, потому что концепт интересен. Ну, сама идея, понимаешь? Чем ты как бы пиаришь, три колор патча. Ты подожди, вы это сделали или нет? Нет, мы это не сделали. Мы, объясню почему, мы это как бы переносили много раз, потому что у Пети там был очень плотный график, и мы его там сначала на один месяц перенесли, потом на другой месяц перенесли, а потом у нас там уже как бы серия других проектов выстроилась, что мы уже не могли его интегрировать. Ну, другой пример тебе расскажу. Помнишь, выходил четвертый айфон? Давно, да. Да, все его так ждали и тряслись. Мы взяли, короче, компанию местную, айтек, они нам дали айфон для ночного клуба, и мы устроили аттракцион называется «Неслыханной щедрости», просто в среду. Сделали бесплатный вход и разыграли вот этот вот айфон. Вот мы просто репост кинули в инстаграм. Сколько людей пришло? 880 человек. А клуб вообще вмещают, наверное, сколько и вмещают? Ну, там где-то 600. И то есть представь, что было, то есть вот 880 они ротировались, то есть кто-то уже уходил, приходили другие. Это просто за саму идею люди зацепились, можно выиграть айфон, и они все туда пошли. Мы разыграли айфон, айпэд там, еще там что-то, айпод, ну, то есть и люди пришли конкретно на это. Там, правда, была история мокрых маек, нужно было там себя облить водой и показать, насколько ты красив как бы в футболке облитой. Начинается любимая тема наша. Так вот, в этой любимой теме так получилось, что девчонки не могли поделить две, и одна из них разделась догола. Утром я просыпаюсь, и мы на всех новостных ресурсах вот с этим ночным клубом, то есть хайпанули так, что у нас еще пост-пиар потом за нами, еще несколько недель шлифовал. И как бы я к тому, что все решает идея, и когда у тебя идея крутая, тебе ее не надо пиарить, она сама как бы, ну, все о ней узнают. Это то же самое, как продукт. Знаешь, ты вот в ресторане вкусно готовишь, и ты кого-то покормил, он сказал, вау, как вкусно. Он утром проснулся, и первое чудо, блин, как вкусно вчера там в том ресторане поел, и пошел еще раз туда, понимаешь, да? А когда ты готовишь не очень, и, грубо говоря, пытаешься там в маркетинг закинуться, это ничего не работает. Ну, это как бы один метод. А другое то, что я хотел рассказать, это никогда не нужно пользоваться уже старыми каналами продвижения, то есть, допустим, такими, как вот Яндекс, там, Гугл, там, вот эта таргетированная реклама, все там в нее верят, баннера еще наружные, когда вешают, это уже все, ну, все, до свидания. Вот. Я все-таки за какие-то нестандартные решения, за креативные и нестандартные решения всегда, ну, я стараюсь искать новые каналы продвижения своего продукта. То есть, вот, допустим, есть корейский блогер, ой, корейский блогер, корейский мессенджер, какао называется, то есть, это как WhatsApp, только для корейцев, там есть группы. Я нашел группу, где корейцы по прилету в Владивосток туда добавляются в эту группу, а когда улетают, уезжают. Я нашел человека, который занимается администрированием. Мы договорились за небольшие деньги, он кинул туда инфу о том, что есть такой краб-фактори, что по промо-купону, ну, по коду вы получаете еще скидку. Все, шквал пошел. Редактор субтитров А.Семкин